Сергей, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что нашли для нас время. И коротко для наших зрителей просто представлю вас в любом случае. Ну, несмотря на то, что наша первая встреча была, скажем так, немножечко омрачена, у вас не оказалось при себе ненужного брилова, я начну представлять вас, дорогие друзья, перед нами сейчас крупный меценат, не просто коллекционер, собиратель искусства Сергей Подстаницкий. Многие картины, я знаю, из вашей личной персональной коллекции вы вернули на их законные места, в царско-сельские музеи, по-моему. Ну и, конечно, для нас очень важна эта встреча, потому что перед нами еще и эксперт, один из крупнейших экспертов по русскому искусству 18-19 века, включая Россику, человек с колоссальной насмотренностью, и мы попробуем поговорить не только о часах, но и о времени. Если нужно что-то добавить, или я как-то некорректно что-то... Да нет, мне кажется, может быть, излишне пафосно, но в целом по фактологии примерно все так. Примерно так. Хорошо, спасибо. Сергей, ну вот у меня есть нехорошая черта, я сначала делаю, потом думаю. Вот недавно издал небольшую книжку, что значит «часы в искусстве, как символ». И думаю, ну, надо перепроверить. Вот часы как художественный образ, часы как метафора, часы как символы, что они означают? Нет, ну, естественно, в часы практически как только появились, и как только появилось изобретительное искусство, этот образ в изобретительное искусство достаточно плотно вошел, начиная с картин ренессансов, особенно 17-й век, 18-й. Часы как символ в первую очередь конечности мира, тщетности бытия, так называемые ванитес, натюрморты, которые должны были бюргерам и аристократам напоминать о том, что все-таки христианин живет не для сегодняшней земной жизни, а для жизни вечной. И как раз часы вместе с черепами и всевозможными другими атрибутами должны были напоминать именно о хрупкости, конечности жизни земной и о последующей за этим жизни вечной. Это на самом деле в европейском искусстве и в русском тоже, наверное, в первую очередь такой самый основной, самый центральный символ. Но получается ведь часы возникли просто как техническое устройство гораздо позже, чем в принципе возникло искусство вообще и культура. Были ли еще какие-то символы времени, вот если не часы? Ну, на самом деле спорный вопрос, что появилось раньше, изобретительное искусство или часы, в силу того, что все-таки параллельно, не знаю, где-нибудь в Древнем Египте, изобретительное искусство существовало и параллельно существовали часы. Но для египтян, возможно, часы были действительно исключительно таким техническим инструментом. Поэтому я вот не припомню, чтобы где-то в египетских фресках, в египетских папирусах были изображения часов. Египтянам было достаточно изображения своих божеств, чтобы отразить время, его конечность, скоротечность и все что угодно. Что касается использования каких-то других символов, которые могут показать вот эту хрупкость временного бытия, их действительно тоже много. Мне в первую очередь приходит то, что было характерно для моего любимого XVIII века и то, что встречается особенно часто в детских портретах, поскольку дети умирали в XVIII, начале XIX века достаточно часто, не дожив до определенного какого-то возраста, взросления. Соответственно, вот эта хрупкость детской жизни и хрупкость времени олицетворялась карточными домиками. Очень много картин, начиная от каких-нибудь крупных парижских мастеров типа Буше и Шардена до каких-то совершенно простых мастеров Ярославской провинции. Везде процентов 50 детских портретов присутствует строительство карточного домика. Плюс еще параллельно мыльные пузыри, которые дети пускают, которые тоже вроде бы вот они есть, красивые, переливаются, но их срок просто недолговечен. Поэтому такие простые и незамысловатые символы позволяли показать как раз вот эту скоротечность времени. Но и при этом художники нередко помиксовали это с изображением тех же самых часов, которые должны были показать, что для каждого свое время одинок. Ну, с этим, наверное, действительно было бы сложно вот так вот однозначно, потому что, допустим, вот есть такой символ, да, как ракушка раковина, то там у Боттичери это символ такой любви, вот достаточно причем фривольный. У некоторых голландцев это тоже символ какой-то вот хрупкости, но при этом, если это там раковина в виде наутилуса, то это символ и благополучия. То есть как-то однозначно вот все равно получается. Видишь карточный домик, 100% символ времени. Ну, в принципе, да. То есть здесь безошибочно? Да. Для 18-го, начала 19-го века все-таки художники во многом еще оставались в той самой традиции, еще более ранней, кроме того, что нужно что-то изобразить, нужно обязательно подчеркнуть символически принадлежность к кого-то, чему-то, обязательно подчеркнуть, например, если это портрет статуса изображенного, вложить какую-то символику, которая характеризует какие-то, может быть, моральный облик персонажа. Так что художники были наполнены символизмом. Этот символизм был всем хорошо известен, и каждый зритель, будучи хоть сколько-нибудь образованным, считывал моментально все эти образы и символику. То есть, фактически, действительно, язык символов, получается, это очень такой жесткий язык, и он не менялся от времени к времени, от эпохи к эпохе? Ну, отчасти что-то менялось, и действительно какие-то вещи, например, переставали быть интересны. То есть, например, те же самые, вы сказали, наутилусы. Ну, вот наутилусы, они были модны именно в Голландии, именно в 17-м веке. А потом как-то в 18-м веке сменились приоритеты, появились другие, более модные вещи, и наутилус уже перестал быть тем самым признаком достатка, и что если у тебя есть в доме наутилус, то ты точно состоятельный буржуа или аристократ. Соответственно, некоторые символы, к сожалению, уходят, их заменяют новые. С одной стороны, это все продолжает жить, и если бы вдруг кому-то из художников, даже уже начало 20-го века, которые опять вспомнили символику, ту самую старую, средневековую или ренессансную, и начали снова вводить эти, в том числе по символу Ванитас, в свои картины. Поскольку это все на архетипическом уровне у народа заложено, опять же, все начали моментально считывать и понимать значение этих черепов в каком-нибудь натюрморте или в портрете уже начала 20-го века, хотя, казалось бы, уже технический прогресс, и как бы все сменилось, и уже даже как бы об этом говорить незачем, но тем не менее цикличность времени, про которую мы, я думаю, еще не раз вспомним сегодня. Ну, время в любом случае менялось, как сказать, довольно интересно. Мне кажется, эту мысль я у Виппера прочитал, что, в принципе, вся история развития культуры это история про то, как человек это время ощущает. То есть это может проявляться и в красках, и в позах. То есть, действительно, часы, как символ, наверное, самый яркий, но при этом часы художнику для того, чтобы рассказать его мироощущения, в принципе, не нужны. То есть, если там Хьюзинг писал, что вот в Средневековье время было очень страшным, потому что часы в Средневековье – это клок, это колокол, а он звонил обычно когда-то, ну, либо чума, либо война. То потом, там, вот тот же 18-19 век, появляются часики, амурчики, то есть время уже ощущается таким образом. Поэтому, наверное, если говорить вообще абстрактно, то любая картина, любая графическая работа – это вот все равно про время. Ну, несомненно, и даже если художник, как это иногда такая расхожая банальная фраза, художник предвосхитил свое время. Все равно, он же его предвосхитил, он что-то взял из своего времени и вроде сделал шаг вперед, и, может быть, это позволило дальше искусству и вообще культуре как-то развиваться. А может быть, он так и остался вот тем предвосхитившим, но ничего не давшим для развития цивилизации. Так что все равно это вот действительно тоже все про время, про его мироощущения и миросозерцания. Евгений, ну вот тогда вопрос, если позволите, уже как коллекционер. Собираете ли вы часы или что-то связанное с часами? Ну, скажем так, специально я часы не собираю, но в силу того, что действительно вот та эпоха, которая мне нравится и которую я коллекционирую, это 18-го, начало 19-го века, эпоха просвещения. И часы, конечно, в это время их производство получает совершенно новый импульс. Это связано и с техническим, технологическим развитием. И то, что часы, опять же, воспринимались, с одной стороны, как показатель статуса. Зачастую были какие-то периоды, именно в 18-м веке, когда модники носили по несколько часов одновременно или, по крайней мере, выпускали брелки от этих часов на свои панталоны, чтобы продемонстрировать, что у человека в каждом кармане по часовой луковице. Соответственно, может быть, там на самом деле этих часов и не было, но продемонстрировать вот свое богатство. Помните вот это, что если молодой человек, сидя в театре, привлекает лорнет и дам ослепительным жилетом, то еще сомнительно надеты ли на нем носки. Да, совершенно верно. Классика. Часовая классика. А что-то из своей коллекции можете показать? Да, конечно, я специально даже захватил несколько предметов. К сожалению, все не получилось. И я к часам, честно говоря, отношусь больше как к предмету украшения интерьера, который, ну, поскольку в основном дома висят тоже портреты 18-го, начала 19-го века. И хочется еще добавления какого-то объема. И известно, что как раз в интерьере зачастую, это в этой эпохе интерьерообразующим центральное место занимали именно какие-то часы, настольные, настенные, напольные. То мне тоже всегда хотелось украсить интерьер часами, поэтому в разных квартирах, в разных комнатах стоят разные старые часы, причем зачастую они на ходу, но я их никогда не запускаю, потому что они меня, в принципе, устраивают просто как некая красивая картинка. Ну, вот я захватил три предмета, которые я с удовольствием покажу. На мой взгляд, они, с одной стороны, полностью отвечают теме часов, с другой стороны, мне они очень нравятся. Вот, например, такой совершенно замечательный, такая замечательная скульптурка Хроноса, бога времени, бронза, вторая половина ближе к концу XVIII века, на замечательном пьедестале из желтого тосканского мрамора, очень тонкая парчеканка, и видно, что качество такое, очень, действительно, достойное, видно, что эта вещь когда-то украшала интерьер очень состоятельного аристократа, видимо. Здесь, собственно, что это такое? Это не просто скульптурка Хроноса, это так называемый подчастник. Карманные часы в XVIII, начале XIX века хранили, не просто там бросали где-нибудь на стол или чаще всего не клали в какую-то шкатулочку, они тоже могли быть частью какого-то интерьера. Вот были всевозможные или футляры, куда помещались эти часы, или вот такие подчастники. Вот здесь в руках у Хроноса змея. Змея, как мы знаем, тоже один из символов времени, особенно он вошел в моду опять же в XVIII веке и с приходом масонства змея, которая держит... Бороса даже окаймляет некоторые циферблаты вот тех же каминых часов. Циферблаты или второе частое употребление этого символа это на гробницах этого времени. Добро пожаловать на Собой жизнерадостный канал о часах. Да, очень интересно, что здесь, при том, что в основном используется змея, которая держит в зубах свой хвост как символ бесконечности времени, здесь змея разомнута. Соответственно, вот этот хвостик змеи может использоваться как крючок, на который вешаются собственно часы, и одновременно часы и демонстрируются, и не портятся, а с другой стороны, в принципе, если они без крышки, они могут по-прежнему показывать время и использовать можно эту подставку именно как просто действительно как использовать как именно часы. Интересная история приобретения. Я несколько лет назад во время как раз когда пандемия пошла на спад, но по Европе еще было не очень сподручно ездить, и все начали изучать российские просторы. Я с супругой поехал в Новгород и в маленьком новгородском антикварном магазинчике увидел эту вещь запыленную, стоящую где-то среди всевозможного хлама, и оказалось, что стоит она, к тому же, просто совсем недорого. Я с удовольствием купил как такой сувенир поездки в Новгород, но почему она мне еще показалась интересной, новгородская губерния была не очень богатой на усадьбы 18-го, начале 19-го века. В основном там жило достаточно среднее дворянство, которое такую вещь себе просто зачастую позволить не могло, потому что это действительно такая привезенная из Италии дорогая игрушка, очень тонко сделанная. Самая крупная усадьба, которая находилась на территории Новгородской губернии, это усадьба Грузина графа Ракчеева, который славился как, кроме того, что крупный государственный деятель, ретроград и консерватор, параллельно крупный деятель военный, который собственно поднял артиллерию в России на должный уровень, благодаря этому в том числе выиграли наполеоновские войны, и кроме всего прочего он был большим ценителем всевозможных редкостей, красивостей, его интерьеры были наполнены как раз подобными вещами. К сожалению, усадьба прекратила свое существование практически сразу после смерти Ракчеева, но умирала она достаточно долго, то есть последние свои вздохи она сделала во время Второй мировой войны, когда ее полностью разбомбили. И практически все, что, например, такое ценное и интересное находится в новгородских музеях, это вещи, которые происходят из усадьбы Грузина. Ну, естественно, что поскольку усадьба после революции была предоставлена зачастую сама себе, и я не исключаю, что, предполагаю, естественно, что доказательств этого никаких нет, что эта скульптурка могла вполне украшать стол графа Ракчеева, поэтому мне эта вещь интересна вдвойне, втройне. Ну, Кронос, мне кажется, немножко потерял косу, да? Да, вот чего нет, того нет. Можно, конечно, доделать, как раз это совсем простая реставрация или реконструкция, но здесь как раз мне нравится один из символов времени. оказался без одной из главных стрелок. Да. Если говорить, вот, был недавно государственный Третьяковский галерей, и вот по ощущениям наши художники часы вообще не рисовали, ну, мало, вот почему-то как-то, может быть, просто, ну, я видел только вот общедоступное естественное собрание, вот наши художники вот уже там тоже 18-19 века этому символу уделяли какое-то достойное внимание? Ну, отчасти я с вами, может быть, соглашусь, что в пропорциональном соотношении, если брать, например, Европу и Россию, то на работах европейских художников часы встречаются гораздо чаще. Вот у меня, вроде, портретов достаточно много из разных областей России, из разных эпох, из разных социальных слоев, но чтобы там были часы, действительно, это встречается нечасто. А встречается ли? Ну, конечно, встречается. Есть знаменитый портрет работы Оливийского, портрет Теплова. Я как раз не исключаю, что если уж хотел заказчик, просил включить часы, то для него самого это было важно. Он сам, возможно, видел какие-то европейские образцы, и ему нужно было продемонстрировать значимость часы именно как символ, и не только как то, что он может себе их позволить. С Тепловским портретом, скорее всего, это связано с какой-то масонской символикой, соответственно, часы, как один из таких знаков, имеющих отношение и к масонской идеологии. И как раз хотел показать один предмет, который именно русского происхождения, и на котором изображены часы. И, собственно, понятно, почему эти часы здесь изображены. Вот такая миниатюра, изображающая князя Михаила Михайловича Щербатова. Здесь мы, собственно, видим его с орденом Святой Анны. Одна из немногих наград, которые он получил в силу того, что государственной службой практически не занимался. За спиной у него виден коммергерский ключ. На дальнем плане мы видим огромную библиотеку, ну, то есть, по крайней мере, здесь мы видим огромное количество корешков, но про Щербатова мы знаем, что он был библиофилом, он обладал колоссальной для России с его времени по библиотекой, которая включала более 150 тысяч томов на столе у Щербатова письменные принадлежности и бумага, то есть, показан он как писатель, его писательской деятельности я скажу чуть позже, и на дальнем плане, опять же, на столе мы видим часы. И часы здесь мы видим, наверное, не просто так, а это олицетворение того, что Щербатов был крупным историком, человеком, который увлекся историей, причем историком он был непрофессиональным, по-моему, как раз историк Соловьев про него сказал, что самая большая проблема Щербатова как историка была в том, что он про историю узнал только когда начал писать книгу по истории, то есть, до этого он был просто образованным человеком, который о русской истории древней имел самое общее представление, но, тем не менее, сначала по повелению императрицы Екатильны II он начал разбираться бумаги Петра I, а потом так увлекся вот этой архивной работой, что, собственно, благодаря именно ему мы знаем огромное количество рукописей, огромное количество летописей средневековых русских, которые, некоторые из них сейчас уже даже не существуют, были утрачены за последующие годы, он их нашел по различным древних хранилищам, по монастырям, по каким-то коллекциям, опубликовал, и из этого вывел многотомную историю государства российского, будучи предшественником Карамзина, Соловьевого, Ключевского. Ну, то есть, получается, часы еще как символ науки вообще? и особенно науки исторической. С одной стороны, часы идут вперед, но можно зато посмотреть и те цифры, которые были до данной конкретной секунды. Еще Щербатов был таким идеологом, моралистом своего времени, что, собственно, было достаточно характерно для эпохи просвещения. Он писал памфлеты о вреде самодержавия, его идеал был дворянская демократическая республика, власть монарха должна быть обязательно ограничена властью просвещенной аристократии, просвещенного дворянства. Екатерине II это не очень нравилось, поскольку она, хотя и заигрывала с всевозможными просветителями демократами, но все-таки в душе она была просвещенным абсолютным монархом, который не очень терпел в каких-то там демократических даже со стороны дворянства правок. Такая интересная вещь во всех отношениях, портретов князя сохранилось не так много, и здесь как раз мы видим портрет, кроме того, что достаточно точно передается, как князь выглядел, но еще и насыщен всякими символами. Сергей, но вы же еще и эксперт, человек, который на глаз отличает подлинники от подделок, а часы, наверное, тоже могут в этом как-то помочь, если мы знаем историю часов, то, какими они были, мы можем посмотреть, увидеть какой-то портрет, там у владельца портретированы, будут какие-то часы, вот мы посмотрим, и а нет, в это время таких часов быть не могло, значит, это подделка, вот какой-то такой опыт лично у вас был? Ну, теоретически это, конечно, возможно, и на самом деле эксперты, которые занимаются изобретательным искусством, они пытаются, можно сказать, каждый лык в строку, и кроме всевозможных технических и технологических моментов, там, чем сделана картина, на чем она сделана, как она подписана, я, естественно, говорю о самых общих чертах, все-таки большинство информации о картине мы получаем именно от изображения, поэтому эксперт, он пытается проанализировать все, что изображено, чем шире у эксперта кругозор, тем ему проще существовать, тем более он востребован, тем проще ему сказать подлинная эта вещь, неподлинная и к какой эпохе или к какому авторству она относится, бывали случаи, когда разоблачали подделку, например, по изображению какой-то коровы, оказалось, что какая-то там стафарширская условно корова появилась, была выведена в Англии только через несколько лет после смерти этого знаменитого английского художника, бывают и такие случаи, то есть даже хорошее знание сельского хозяйства может привести к правильным выводам. Такое же было, по-моему, с войной мышей и лягушек, ее приписывали Гомеру, но потом там возникли петухи, а оказалось, что петухи возникли позже и таким образом ну, в вашей личной вот... С часами, честно скажу, опять же, в силу того, что я больше занимаюсь русским искусством, как мы говорили в русском искусстве, часы, при том, что они присутствуют, но сказать, что их прям много и они являются каким-то атрибутирующим признаком, мне такое не попадалось. Все-таки больше упираешься на то, что встречаются чаще всего костюм, прическа, мундир, ордена, гербы, которые иногда изображаются на картинах. Ну, естественно, какие-то предметы интерьеров, они тоже, но вот, чтобы были изображены часы и они помогли как-то атрибутировать или определить вещь, честно говоря, вот в моей практике уже даже многолетних я, можно сказать, никогда не встречался. Ну, так сидим и камера направлена в сторону еще одних часов и вот, если можно, это тоже часы из вашей личной коллекции. Расскажете про них несколько слов? Да, с удовольствием, на мой взгляд, очень интересная вещь, достаточно редкая. Это русские чугунные часы 833 года. Дело в том, что в 834-го. В 833-м году известный петербургский часовщик Мозор, у него появилась идея начать производить эти часы из чугуна. В 830-е годы эпоха романтизма все немножко подустали от золоченой бронзы, которая была модна до этого в течение почти 100 лет и захотелось сделать что-то новое. И чугун как раз становится в эпоху романтизма все более и более употребимым. И как раз Мозор придумал делать эти часы фигурные из чугуна. Причем здесь какие-то еще готические элементы вкраплялись. поскольку чугунных Каслинского завода еще не было как производства художественного чугуна и нужно было куда-то обратиться, Мозор пошел на Оланецкие оружейные заводы, которые занимались производством пушек, оружия вообще и договорился с ними заняться не только производством оружия, но и такой конверсией, как это было модно называть в 90-е годы, немножко поработать на художественную промышленность и Оланецкие заводы, там есть на обороте надпись, что весь сделан на Оланецких заводах, в течение с 34-го по 37-й год сделали порядка 300 таких экземпляров чугунных часов. И первые годы эти чугунные часы были супер популярны, но к концу этого процесса как-то мода на них прошла и к сожалению там какие-то экземпляры остались не распроданы. Эта идея закрылась и сотрудничество Мозера с Оланецкими заводами прекратилось. И фактически мы видим те часы, которые существуют в очень небольшом количестве экземпляров. То есть одни из 300 это вот они? Да, это вот они. Тем более, что как мы знаем в России вообще все плохо сохраняется. Чугун сохранялся особенно плохо, поскольку его в советское время, в раннее советское время с удовольствием относили в металлолом и художественности в этом не видели никакой. Хотя более, что для человека 930-х годов это была вещь всего лишь столетней давности и при смене эпох на такие часы смотрели как на какую-то рухлядь. И осталось буквально несколько экземпляров разных фигур собраний русского музея. Несколько экземпляров есть в Государственном музее Пушкина. У нас есть одни. Сколько всего их осталось мы к сожалению не знаем, но видимо незначительно. Я думаю, что хорошо если порядка нескольких десятков экземпляров есть где-то в разных собраниях. Изображен здесь довольно популярный персонаж именно эпохи романтизма Вильгельм Тель, поскольку Шиллер написал драму Вильгельм Тель, которая была суперпопулярной в Европе и в России. Потом Россини сделал оперу Вильгельм Тель, которая еще больше упрочила славу Вильгельму Тель как такого настоящего романтического героя. И вот его образ стал потребляться в декоративно-прикладном искусстве. И вот соответственно здесь в часах как раз образ этого романтического Вильгельма Теля. Так что действительно вот такой уникум-уникум. Ну и наверное я не буду больше вас задерживать, но последний вопрос все-таки еще задам. Известно ли какие часы носили наши художники? Тяжело сказать. Почти ни про кого это толком неизвестно. Редкий случай когда остались от художников какие-то музеи в Куинже какие-то часы есть. Но это в основном все достаточно простое, бытовое. И сказать, что у кого-то известны какие-то часы. выдающиеся. Такого честно говоря припомнить не могу. Тем более, что в основном мы про это знаем только по фотографиям или портретам художников. Соответственно, где у них видно, что на животе висит цепочка. Я знаю, что вы выступаете еще как аминзатор аукционов. Это первые имена. Это Шишкина, Айвазовский и так далее. И было интересно, они проскакивали нигде часы Айвазовского. Хронометр Шишкина. Нет, ну, кстати, можно поинтересоваться. Я не исключаю, что где-то в Феодосии могут храниться часы Айвазовского. В силу того, что, кстати говоря, часы же мы немножко забыли про такую функцию часов, как награда. Она появилась еще в в начале в начале XIX века уже совершенно точно существовала, когда императоры, а иногда и императрицы награждали своих приближенных не только орденами, но и в кабинете императского величества в конторе, которая занималась делами императоров, хранилось некоторое количество часов, которые вручались кому-то за что-то. И награда для художника часы от императора или от императрицы были достаточно распространенные награды. Не исключаю, что у Айвазовского можно посмотреть по его послужным спискам. Эти часы обязательно вносились в любой послужной список, что награжден от императора или от императрицы часами. И потом практику собственно переняли уже в том числе и советская власть и пока еще не были изобретены советские первые ордена. Соответственно награждались в основном именным оружием и именными часами. Так что часы как награда это тоже важно. Спасибо вам огромное за беседу. Радовали познакомиться. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.